Ну, собственно, я традиционно обычно начинаю свои доклады каким-нибудь слайдом таким. Сам я учусь в аспирантуре, занимаюсь различными такими всякими штуками, аспирафами. Я являюсь по совместительству лидером GDG Омск и с организатором IT-Субботников. Многое такое выделено. О, инстастор. О чем этот доклад? На самом деле, упс, я сказал в конце. Я сказал в конце. Никто этого не слышал, все заткнули в общем. Итак, о чем этот доклад? На самом деле, я попытаюсь быстренько пробежаться голодом по Европам, сравнить несколько довольно популярных и не очень популярных НОСКЛЕЙ БАЗ данных. Здесь мы видим все их эмбремы. Вот, мне просто интересно, на ваш взгляд, какая самая привлекательная? Можно внутренне проголосовать. Мне очень понравилась полномузыкальная HB, просто на этих шикарных movie. Все остальные, если честно, с чего есть? Непонятно, какая часть снеговика или что-то? А мне, если он любит, нравится. Я говорил про Европу Европу на Европе, да. Итак, это была такая огромная-огромная прелюдия к этому всему докладу. Но суть следующая. Мне просто хотелось каким-то образом провести вас по этой страшной дороге, дать какие-то практические советы на тему, в какой момент времени какую выбрать, и вот немножко пойдем дальше. Что такое? Никак не научусь. Есть традиционная такая картинка. Эй, вы все иностранцы, зачем вы ходите за мной? А вот здесь примерно то же самое. Какой-то юморист нарисовал аналоги для типов. Но SQL-базданных. Кроме того, что они просто разные, у них еще и разные типы. Дело в том, что они используют разные модели, опираются на разные статьи, в том числе и гугловые, о хранилищах. И самое примитивное здесь, например, это некая k-value. Потом я почти не вижу, а ordered k-value, bigtable, документоориентированные, графовые и SQL, которая на все это говорит. И о чем хочется поговорить? На самом деле все люди испытывают по поводу, вот когда им говорят, выберите какую-то на SQL-базу данных для вашего проекта. Все они испытывают в первую очередь эмоцию, а только потом у них подключается разум где-то на второй стадии. Что хочется здесь сказать? Очень важно прислушаться к тому, что вы чувствуете, прислушаться, сохранить это и вот оставить в небольшой копилочке. А не поддастся, наверное, первому зову сердца. У меня есть специфическая психологическая теория на тему того, почему люди выбирают ту или иную технологию, ту или иную базу данных. С чем это вообще связано? В психологии известен следующий эффект. Так называемое запечатление или эффект якоря. Он связан с тем, например, многие слышали о эффекте запечатления. Например, вы запоминаете, кто рядом с вами находился в момент рождения. Или, например, какого были цвета волосы у вашей первой девушки или у вашего первого автомобиля. И так далее. А не волосы ошибки, я не знаю. Самый важный момент. Через этот момент по отношению ко многим популярным вещам должен пройти каждый человек. И это не только касается первых девушек, первых в этом мире, но и, собственно, НОСКВЛ баз данных. Вот нужно четко, в прошедшем психоаналитика доставать из себя это воспоминание. Что вас травмировало в какие-то, ну, собственно, ранние годы или не очень ранние годы. По какой причине вы выбираете то или иное. После того, как вы это прошли, осознали, можно двигаться дальше. Ой, да. Будем все время смотреть. Я в свое время перед хэппи-дэвом собирал эмоции, которые люди испытывают по поводу разных НОСКВЛ баз данных. Вот здесь я примерно их собрал. Были такие замечательные. Ажбейс не знаю, но осуждаю. Монго модное, сложное и ненадежное. Ну и так далее. Вот здесь все можно читать, они очень разные. Самое главное, что вот эти эмоции, я специально говорю, что просто напишите ваше отношение. Они были очень похожи на стандартные аргументы, почему мы выбираем ТОСКВЛ баз данных. Я обычно их слышу. Итак, не стоит скидывать со счетов и следующую вещь. Это рынок баз данных, который существует. Почему их вообще так много? Если бы у нас было госрегулирование и каким-то другим образом развивались бы программные продукты, наверное, баз данных было бы не очень много, а скорее всего одна большая, главная, генеральная. Или если бы одна корпорация уже правила всем мира, мы бы все сидели там в каком-то хранилище. Вот. Дело в чем? Я хотел этой аллегорической картинкой изобразить, скажем так, стервятников, сгустившихся на самом важном, на нашими данными. И они все предлагают вот так или иначе приготовить, то есть вылечить, отсортировать, обобрать, отобрать и так далее. Итак, они продуцируют мифы на внешний рынок. Мифы очень живучи. Ведь каждый миф, запущенный одной из этих компаний, помогает ей увеличить свои продажи и замочить таким образом конкурентов. Естественно, запускают они не про себя мифы, а про своих друзей, соседей, недругов. Например, я просил проголосовать. Согласны ли вы с следующим мифом или сталкались ли вы с ним? Например, я попытался, ну, в общем-то, сверху менее популярные мифы, снизу более популярные. Можно на каждый из них смотреть, например. Монга ненадежно и падает. Почти 50% респондентов согласны с данным утверждением. Кассандра надежно и устойчиво и почти не падает. 53%. Самое интересное, что, например, среди вот этих процентов было много людей, там была еще галочка, а вы работали ли с этим базовым данным? Нет. Коучный миф предназначен для веба. Ну, кто-то, да, согласен с этим мифом. Neo4j нужен только, чтобы хранить граф социальных сетей. Ну, и так далее. Самый, наверное, популярный миф – Кассандра навязывает нам SQL-подобный подход. Ну, там же есть какие-то QL-ные запросы, ну, точно навязывает. Суровая реальность, в которую хочется вернуться. Вот это многообразие, оно немножко раздражает. Ну, то есть, тебе нужно думать, прежде чем выбирать, а иногда думать и доказывать, почему нужно что-то не выбирать. Иногда нужно думать о том, как бы протащить то, что вам захотелось изучить и так далее. Что хочется заметить? Нет баз данных моей мечты или вашей мечты. Почему-то еще не запилили базу данных, которая могла бы уметь, умела бы делать все, что умеют делать остальные. И еще что-то одно. Вот. Все перемножим, добавили единичку. Чтобы решать задачи, выходит так, нам нужно знакомиться не просто, вот, поставили базу, погоняли, запросили и так далее. Нужно познакомиться с парадигмой или статьей, которая лежала в самом начале. То есть, почему вообще каким-то людям забрело в голову запилить данную базу данных? У них было какое-то основание. Причем, чаще всего научное, потому что им же надо было прийти к своему руководству и сказать, а давайте эту штуку запилим, вот, статья. Вот. Если вы будете, вопреки голосу разума, цепляться за вашу первую любовь, за вашим, ну, не назовем это, запечатлением, эффектом якоря, там, и так далее, ну, у вас, на самом деле, ничего не выйдет, как и с первой любовью, которую нужно пройти, вам нужно пройти через вашу привязанность и дальше выбирать нормально. Итак, я выбираю следующий принцип, приличное, иной сквей. Это масштабируемость, поддержка нескольких дата-центров, это возможность добавлять прозрачно новые сервера. А прозрачно это, ну, это значит, не темной ночью, созвонился с админом, договорился с ним, эй, давай ставим заявку на то, чтобы выделить других парней, чтобы они руками собрали ее и выкрутили. Вот это не прозрачно, все остальное прозрачно. Собственная, отличная от революционной модели дата. Сразу говорю, это вот, я сейчас не срача разжигаю между NoSQL и NoSQL, только вот какую NoSQL выбрать, когда вы ее уже выбираете. И, конечно, согласованность в конечном счете. Есть замечательный пример, я в том числе готовился к такой прекрасной книге, как 7 баз данных за 7 дней, вот, там был замечательный пример в конце. Представьте себе, что где-то далеко в океане, вас выкинули, вы где-то плаваете, вы парили на небитаемый остров. И вам по какой-то причине, ну, то есть, вы оказались отрезаны, интернета нет, ничего нет, и вдруг через 3 года приплывает кто-то у вас и спрашивает, а кто, не знаю, на Евровидении победил в этом году, что вы ему ответите? Можете ответить, например, кто победил в том году, когда вы утонули, если вы вообще интересовались этим вопросом. Ну, считаем, что интересовались. Еще вы можете сказать, я не знаю, потому что уже прошло 3 года и так далее. Дальше можно предполагать, что вы решили сколотить плод, поплыли в Мировом океане, а кто-то где-то в Англии выбрасывает каждую неделю бутылочку с тем, кто победил в Евровидении. И в конце концов, вы с какой-то вероятностью эту бутылочку находите. Вот вы плаваете бесконечно долго, но, в общем-то, находите какую-то бутылочку и знаете какой-то ответ в конечном счете. Ну, вот это и называется согласованность в конечном счете. Критерии сравнения NoSQL-BAS данных. Их же нужно по каким-то параметрам сравнивать, то есть нельзя же так голословно, нужно чертить крутые таблички, расставить плюсики и минусики, например. Я здесь попытался какие-то выделить, и, честно говоря, для меня не на первом месте количество чтений или записей есть намного более простые вещи, на самом деле, которые сильно влияют на стоимость проекта. Например, хочется, например, в какой-то момент по мере роста проекта что-то менять. Вам важно понять, насколько дорого это будет менять на переправе коней или базы данных и так далее. Я не буду особо все перечислять, их можно прочитать, но для меня во многом было очень важно, например, развитая ли экосистема вокруг базы данных. Бывает выкатят очень клевую внутри компании и такие ездят про нее, расскажут на всех конференциях, коды никому не открывают, комьюнити не строят, документацию не пишут. Классная база данных, еще 10 лет можно рассказать про нее. Категоризация NoSQL-систем. Вот эта табличка просто стащена из англоязычной Википедии, просто я хотел, чтобы она здесь была. Здесь снова такая квадратная штука. Есть основные модели данных, это K-value ориентированные хранилища, хранилища колонок, документы ориентированные, графовые базы данных, революционные. Потом можно будет взять презентацию, поиграться с этими вещами. Отдельно хочется поговорить про сравнение возможностей. Я сказал уже про то, что модель данных, она различна, а различная API запросов, часть баз данных отвечает через REST. Часть баз данных отвечает через собственные, например, через какой-то свой язык запросов, HBase, он очень бедненький, ну, он вообще вплоть до курсора вам все представляет. Графовые базы данных, они переживают очень бурный рост, у них каждый год от версии к версии язык запросов почему-то меняется, или пишут какую-то новую телеку поведения. Не-не-не, ну, мне кажется, меняется. Вот. Самое главное, это сравнение возможностей. Не все базы данных поддерживают такую, казалось бы, попсовую вещь, как вторичный индекс. А, какие-то поддерживают, например, но они поддерживают это только для галочки. Не все поддерживают возможность использовать популярный алгоритм, с популярностью книги Google 2005 года, MapReduce, из которого вся подяга-то и началась. Для меня, например, неожиданностью было то, что, например, для React можно писать аж на двух языках MapReduce, причем он будет вполне нормальным, распределенным, в отличие от Mongey. Можно писать на JavaScript для отдельных товарищей и на Ирланды. React. Хочется поговорить про эту базу данных отдельно. Вообще, я сталкивался в основном с кейсами, где люди используют ее просто, вот, нам нужно, ну, просто положить, как-то, не знаю, какой-нибудь, веб-стораж в браузере, еще где-то, что-то под KVL. Просто положили, прочитали, положили, прочитали. Никаких особых сложностей. Довольно давно там уже есть такая вещь, как ссылочки перекрестные. То есть, по сути, можно поддерживать уже немножко в коде, немножко в базе данных, некое ограничение там целостности или еще что-то. MapReduce, как я уже сказал, очень удобно использовать в вашем веб-приложении, написанном не на Яве, например, но чем-нибудь попроще, потому что там у вас есть, по сути, сразу готовый бэкэнд с RESTOR. Можно через этот RESTOR класс читать и так далее. Вы можете сделать вид, что у вас уже есть бэкэнд. Никого не надо нанимать. Есть замечательная подсистема поиска. На основе React, интегрируясь с дополнительными движками, люди часто строят дополнительную, например, у вас такая небольшая база данных, но по ней нужен полнотекстовый поиск. Люди ставят рядом React, кое-что индексируют, но периодически заливают это в React. И просто универсальная вещь, наверное, которой нет ни в одной NoSQL. Можно настраивать вот эти все параметры типа согласованности и доступности на уровне отдельного запроса. То есть вы в отдельный запрос говорите, а мне нужно отклик, например, только с двух нол, или лучше с трех, почти как в UGD-мелодии. У React есть недостатки. У него реально бедный язык запросов. То есть вот этот вот REST, вы не можете его особо расширить, написать какие-то свои дополнительные вещи. Вот он какой есть. Ну, собственно, достоинства и недостаток. Нет ассидности. Ну, у многих его нет. Неполноценная поддержка JavaScript. Да, да, это действительно странно. То есть я уже сказал, что он поддерживает JavaScript Ирланд. Ирланд, по-моему, полноценная поддержка. А JavaScript, там, во-первых, не последняя версия Yagmak скрипта поддерживается. А во-вторых, какие-то конструкции не поддерживают. По-моему, нельзя импортировать, только написав самому, какие-то JavaScript-файлики. Какая-то проблема с импортом. Отсутствие поддержки структур данных. Вы не можете делать внутри записи какую-то вложенную структуру, в нее вложенную и так далее. Ну, невозможно похвастаться перед роднёй, естественно, таким преимуществом. Монго. Про Монго хочется отдельно сказать. У неё много преимуществ. И многие люди выбирают её в качестве первого шага. Для перехода с SQL-франилищ. Хотя бы по той причине, что она развивается уже довольно рно. У неё очень про неё много книг написано. Она попыталась, её создатели попытались сделать практически полный маппинг SQL-запросов. Свой внутренний язык запросов. Да ещё и сделать его на вид иногда попроще. Как только выучите эти законы, они кажутся проще и пишутся короче. Есть замечательная вещь как Aggregation Framework. Появился он, по-моему, не сразу. Он позволяет делать классный, модный, стильный, грубай, причём над очень-очень большим массивом данных. Хранение сложных, денормализованных документов. Я не знаю, почему эта штука в Америкосах называется «документ». Мне это больше напоминает просто страшные большие жирные деревья с кучей информации. На самом деле, какой-нибудь стандартный русский документ в какой-нибудь бухгалтерии, он не такой ветвийский. А то, что можно хранить в Monge с её уровнем вложенности и так далее, это что-то большее. Но, тем не менее. Вы можете использовать реальные индексы. Индексы в Monge реальные. Они реально работают, вы их создаёте, они в фоне обновляются, всё здорово. Есть такая вещь, назовём её преимуществом. Есть, в общем-то, репликация данных и сегментирование коллекции. Единственное, есть всякие разные ограничения с этим связанные. То есть, с тем, что вы завели очень большую коллекцию, как же ей будет лежать на одном сервере или на двух. Ну, вот можно разбить её на какие-то сегменты. А ещё в Monge классная комьюнити, про это хочется сказать. Ну, комьюнити взрослая компания, которая создала Monge. Они реально много инвестируют в свои курсы. Курсы самые классные, наверное, всех у нас кьюти-баз данных. Они много инвестируют в то, чтобы стартапы, которые используют, ну, бизнес-то-бизнес, которые используют Monge-технологии, они их покупают, стараются как бы с ними дружить, предоставляют возможности из сервера. То есть, все, кто приносит какую-то пользу к продукту, они каким-то так иначе вовлекаются в экосистему Monge. Простой пример, который можно привести здесь. Недавно один товарищ года три назад написал, давно. Он года три назад написал типа ОРМ такое для Monge, простенькое. Развешиваешь аннотации в Java-коде, и у тебя все, в Monge классно летает. Потом проект немножко стал заглыхать, ему мало людей помогало по какой-то причине. И Monge-овцы увидели, что, блин, это классная штука, пользователей-то и много, а коммитет-то мало. Они что сделали? Они просто этому чуваку предложили работать у них, продолжать дальше развивать этот проект. Но в итоге он как-то так классно им продался, что в итоге, ну, то есть какие-то поставки-условия, что в итоге скоро этот проект станет частью стандартной поставки Monge. Ну, это, по-моему, здоровская вещь. То есть какой-то вполне сторонний консорсный проект. Недостатки. Я на него как-то упирался, но он очень сильно раздражает. Ограничения, например, вы делаете нить MapReduce, одни получают на вход то, что осталось от предыдущего и так далее, и у вас есть реальные ограничения на размер результата, 16 мегабайт. Вроде бы много, с другой стороны, мало. Есть проблема четного числа узлов и сложные выборы главного мастера. То есть, в каком смысле? То есть вам нужно, как по законам странной, тоже американской демократии, получать большинство. Для этого иногда создавать фиктивные узлы, которые тоже имеют право голосовать. Там идет борьба за голоса, потом они все-таки выбирают мастер, и он иногда падает за этот вопрос. Опечатка стоит очень дорого. Ну, это пинок встроен на жава-скриптах. Вам обязательно скажут, что она падает. 99% людей, которые на бишмонгах падают. На планировании кластера нужно думать. То есть вам, к сожалению, нужно иногда что-то нарисовать на бумажке, и после этого только запустить. Возможно, если вы запустите что-то сразу в кластер, он не встанет или скоро упадет. Иногда навязывает воспроизведение схемы в коде. То есть действительно она довольно близка к SQL, и используется довольно часто в системах, ну, близких уже к enterprise, или к серьезным бизнес-процессам. И вот тут происходит борьба. То ли вы заталкиваете схему в код, то ли она начинает выбирать. Вам где-то нужно все это проверять. Возможно, тут же рядом в коде и так далее. Ну, собственно, та URM, которую писал некто, именно и Стефан, она устраняет эти недостатки. Коуч-деби. У нее есть преимущество. Но эта вся штука, она вся состоит из каких-то функций. Вот. Функции, фильтры, которые позволяют вам на входе или на выходе дофильтровать данные. Напоминают функции, господи, хранимые процедуры и триггеры, которые были в SQL-базах данных. Они позволяют сделать дополнительные действия, когда запись вот-вот произойдет, или вот-вот ее извлекут. Ну, иногда удобно. У нее есть мобильная версия. Я теперь все время про это говорю. Как круто. Внутри со мной скейллайн. Простота встраивания резервного копирования. Ну, по крайней мере, резервное копирование из всех на SQL-баз данных в KochtP по отзывам самое лучшее. Если вам нужна система только для этого, вам очень нужно много девяточек, после запятой, причем на домашних серверах, куда можно туда идти. Ну, и суперсверхбыстрый формат, о котором отдельно. GochtP. Недостатки. Не очень удобная система репликации. Вы не можете реплицировать там отдельные подсистемы или отдельные... Не таблицы, сложно называть таблицами, бьюшки или как-то так. Вы можете реплицировать или все, или ничего. Если у вас много места, нет проблем. Иногда проблемы. Неполноценный язык запросов. Это сплошной MapReduce. Ну, в смысле, вы не можете сделать нормальный UWA, вы должны это сделать через MapReduce. То есть, вы должны писать какую-то джобу, которая выполнится, как бы сделать вам фильтр. Ну, хорошо строит мозг, очень функционально было задано. Ну, и нет нормального механизма сегментирования, в отличие от мозга. HBase. HBase. На Happy Day у него был классный рассказ про HBase. Какая она классная, выбирать ее надо всегда. Вот когда ее нужно выбирать, на мой взгляд. У нее есть одно преимущество, про которое, помню, Толина, Снепулина рассказывал. Очень здорово. На субботнике и про версионирование, и сжатие различных данных. То есть, вот эти вот вещи, если вам в какой-то причине нужно очень часто менять значение в колонне, нужна определенная версионность, эти вещи можно просто ради этого поставить себе HBase. И задумать, ну, то есть, она, сейчас, покороче, она вам даст версионность. Почитайте про это. Горизонтальное масштабирование действительно очень простое. То есть, довольно легко добавлять новые узлы. Те запросы, которые вы можете построить, они отработают корректно. Первое место по обработке трудоемких запросов. Если у вас запрос настолько сложен, да, очень много, надо выбирать HBase и не думать. Странно говорить, не думать после первых слайдов. Но вот здесь можно точно. Вы найдете достаточное количество мануалов для того, как построить эти запросы. Также HBase действительно быстро восстанавливается после отказа. Опять же, на Капидею были классные рассказы от Александра Чистякова, по-моему, про то, как он решал проблемы с восстановлением. У них огромная, большая база данных, связанная с антивирусником. Данные никуда не теряются, не исчезают. И вот здесь, рядом с вами файловой системе коммити энтузиастов. HBase строит не какая-то компания. То есть, по понятным причинам, все вот эти товарищи, я не знаю, эти зубры, которые коммитят в различные апатинские проекты, они просто страшно молодцы. Они все доделают за собой. Код, если исходный смотреть HBase, я просто ради любопытства зашел, он такой клевый, он, наверное, как код первого дума, наверное. Просто клевый, смотришь, можно учиться по нему программировать. И вследствие этого эти люди еще умеют разговаривать. У них есть различные каналы, сообщества, спицы-красинки очень хорошие. Я задавал вопросы, реально, там 10 ответов параллельно может прилететь, но лучше, конечно, их не заваривать. Просто очень хорошие там товарищи. Тесная интеграция с Hadoop. Действительно тесная. Прям вот очень тесная. Иногда люди, если не нужен Hadoop, HBase не ставят. Но когда мы уже поставили Hadoop, HBase очень удобно приложить в качестве какой-нибудь базы данных. Инструкций тоже очень много. Ставится со всеми версиями, все собирается. Есть недостатки. Наряду с отзывчивым комьюнити зубров, у этого комьюнити есть большой минус. Они не пишут разделы HBase для чайников и так далее. И даже не пишут просто книжки про это нормально. И даже не пишут просто нормальные статьи. Они пишут сразу струбовые мануалы, больше ничего. Если какие-то книжки по HBase выходили, они входили не изнутри комьюнити, а из каких-то популяризаторов, которые как-то ее используют. Ну то есть я бы сказал, что линии много сбоку. В HBase и в мануалах очень сильно много заимствовано из-за терминологии SQL. Читаешь, как будто читаешь очередной канал по MS SQL. Но это не так. Это обманывает очень сильно. Для того, чтобы запустить нормальный кластер, людям рекомендуют запускать не меньше пяти узлов. Вообще дома, наверное, у себя это не стоит собирать. У вас не хватит машинок, оперативной памяти, еще чего-то, чтобы прогнать какие-то первые примерчики. Они начинают работать неадекватно и стабильно, когда у вас 250 метров памяти. Какой-нибудь Raspberry Pi или еще что-то. Нет средств сортировки и индексирования. А разве для этого вообще это все создавалось? И еще те, кто убирает HBase, они убирают строгую согласованность. Перейдем дальше. Кассандра. Картиночки про Кассандру. Что у нее есть классного? Все знают, что у нее есть классного. Нет центральной точки отказа. Она высокодоступная, восстанавливается на ходу. Узел упал, узел встал, данные не потерял. Есть классный язык. Он все больше и больше похож на SQL раз от раза. Каждой новой редакции. Строка может расширяться просто бесконечно. Резервное копирование, говорят, никому не нужен. Никто ничего не копирует. Если данные потерял, никто не переживает. У нее есть недостатки. Например, вы можете завести там нечто похожее на обычную таблицу, но хранить все данные только в названии колонок. Ведь колонки расширяются до бесконечности. Вы просто их вставляете и вставляете. Например, какую-нибудь твиттер-ленту можно хранить следующим образом. Завели, например, в качестве RAW кея имя кого-нибудь человека, а в качестве различных колоночек просто добавлять новые твиты. Добавляете, добавляете, добавляете. Или, например, дату и твит, дату и твит. Ну, такие кейсы тоже возможны. Непростая по сравнению с HBS интеграция с ходу. К сожалению, здесь у вас есть два пути. Сложный и дорогой. Дорогой выглядит, как покупка различных продуктов компании Data Stacks. Эта компания очень сильно, с одной стороны, помогает комбинити, но с другой стороны, очень сильно делает так, чтобы все думали, что только она вообще что-то хорошее там делает. У нас в России тоже есть комбинторы в Кассандру. Например, товарищи с компанией Одноклассники, они очень активно ее используют. И они, вот, по крайней мере, последнюю версию, которая вышла, они наработки свои, которые использовали, они в свое время разобрали Кассандру, пропатчили, они вошли в состав второй версии. По-моему, даже в состав версии 2.1. Ну, как и во многих базах данных нет поддержки вот этих четырех букв. Соответственно, нет каких-то откатов. Хорошая некоррупционная база данных. Есть определенная сложность в моделировании. На самом деле, чтобы Кассандру положить данные, и так хочется же использовать ее особенности, при том, что вторичные индексы там неполноценные все-таки, ну, какие-то ненастоящие. Вы иногда можете очень сильно задуматься над тем, как вам туда перенести какую-нибудь стандартную любимую структуру или пару табличек из Esquery. Еще она очень требовательна кооперативной памяти, на мой взгляд. Так как она основана на GVM, а GVM тоже требовательна кооперативной памяти. Иногда в Кассандре происходит такое, давайте мы утилизируем все эти объекты прямо сейчас. Они требуют определенного резервирования оперативки. Если ты запускаешь ее где-то, она, например, жрет, ну, где-нибудь треть памяти, а остальные две трети ей нужно, например, для какой-нибудь вещи типа полного слияния табличек или еще что-то. Ну, непонятно. Для меня скорее минус. Отдельно про графовую базу данных. Хочется сказать, что можно сказать про Neo4j. У нее есть преимущество. Она оптимальна для... Вот мы до этого говорили про такие сущности, в которых, там, join'ы не очень важны, связи не очень важны. Теперь совершенно противоположная картина. Это у вас очень сильно связанные сущности. Причем они связаны как попало. Все поля друг на друга как-то ссылаются. И так далее. Причем это не обязательно социальная сеть. Это, не знаю, это... Действительно многие вещи, продуцированные обычным человеком. Но это не обязательно сообщения, друзья и так далее. Не знаю, например, платишь за коммунал. Хороший, удобный граф. И очень запутан. Есть классные индексы назначения атрибутов. Например, навес, ребра, графа и так далее. Причем атрибутов может быть сколько угодно. Это очень удобно для реализации алгоритмов. У нее есть эти четыре буквы. У нее есть много способов задавать ей вопросы. Хотите, используйте какой-то REST. Хотите, используйте, там, было все время утилита Грэмли. Теперь есть вот этот гипер. Очень много плагинов, в том числе пространственный 2D-индекс, который позволяет вам и 2D, и 3D, по-моему, поддерживается. Который позволяет делать очень классные запросы, уже привязанные как-то географически. Есть недостатки. Несмотря на заявленность со звездочкой поддержки во второй версии полноценного горизонтального масштабирования, но в том смысле, в котором есть остальные базы данных, пока нет. Оно и не мудрено. Они слишком много хороших букв выбрали, и плохих не осталось. Из карты Арема. Плохо приспособлены для размещения на нескольких машинах. Но тут надо заметить, что даже очень большой граф, он все-таки и в памяти, и в диск влазит в одну машину. Даже граф Фейсбука, друзья, он все-таки в одну машинку влезет. Это другого формата данные. Вот алгоритмы на них сложены. Для полноценного удаления иногда приходится перезапускать сервер. Если вам нужно удалять данные, вот такой факт до сих пор не вылеченный. Во второй версии это не очень хорошо на продакшен. Но тут у меня дальше будет несколько классных картинок. Я хотел привести пример довольно стандартной вещь. Это в научной среде. Вы можете обратить внимание, если кто-то прочтет текст, здесь есть разные научные области. Причем чем жирнее. Стрелочка в одну сторону. Это цитирование из одной научной области, из одной статьи в другую. И, соответственно, между молекулярной, например, биологией и медициной, самыми вообще популярными, сами по себе, властями науки, или журналом Financial Science, мы видим очень хорошую такую связочку. Вот можно наверх посмотреть, где-то там у нас застыла физика, рядом с ней маленькая математика, компьютер-сайенс, они с кем-то там связаны. А вот компьютер-сайенс там через Operation Research связано с экономикой, например. Или там через вероятность тоже снова с экономикой и математикой. Ну, в общем, выглядит правдоподобно. Чтобы эти данные обработать и просто из различных архивов журналов собрать и построить такой граф, а еще и построить его, например, в динамике, как, например, педитекало, цитируемость и так далее, нужно обработать неплохие данные. И тут еще какой-нибудь момент важен. Конечно, особого графа-алгоритма здесь нет, чтобы эти ссылочки посчитать, писать, коэффициенты и так далее. А вот чтобы, например, спрогнозировать на 2015 год, например, будущее цитирование на основе исторических данных, уже нужно помазиковать. Проблема еще в следующем, что люди могут выбрать другой тег для агрегирования или по-другому пойти в связи, например, давайте учтем всех авторов, а иногда только первого учитывают, самого важного и так далее. Чемпионы тяжеловеса графа, с которыми, по крайней мере, я сталкивался. Я хочу дать просто представление о размерности. Для этого, например, самый большой, который, наверное, есть, объект исследования крупной компании, это RepGraph. В нем триллион вершин, 8 триллионов ребер, весит он на диске 100 петабайт, например, и довольно быстро растет, 300 терабайт в день. К 100 петабайт он тоже неплохо. Он характерен тем, что довольно быстро растет. При этом в Neo4j он не влезет. У Neo4j есть ограничения, что-то порядка 33-36 миллиардов ребер можно отронить. И в него не влезет и фейсбуковский граф, друзья, по числу ребер, хотя по числу вершин он влезет. Обратите внимание, насколько он меньше, чем в RepGraph. То, что люди постят в интернете, намного больше, чем то, как они друг с другом дружат. Причем объем не намного меньше, не в тысячу раз, а всего лишь в 100. Прирост вообще шикарный. Дорожный граф отличается совершенно другими свойствами. Незначительным приростом дороги расстроят. Не так быстро, как котиков постят. И поэтому в нем 18 миллионов вершин, 42 миллиона ребер, объем на диске хорошенький, в диск влезет. При этом алгоритмы гонять и искать разные связи. На нем нужно все-таки достаточно быстро, а лучше и на одной машинке. Вот он, например, в него в Neo4j отлично ложится. И, например, совсем маленький граф в ходу. Это дорожный граф Омска. У него очень маленький прирост. Где? Это где? И то, это потому, что люди новые дороги нарисовали, которые раньше не были нарисованы. Ну, то же в нем фуджей крутится, и все у него в порядке. Запросы можно очень классно делать. Вот это вот у меня дорожный граф. А, это, простите, слайд. Что-то Новосиб, да, по-моему? Почему? Вот это Новосиб, что? Это же Омское море. Я не удалил его почему-то. Не удалил. Крич, какой-то классный слайд Новосиба я ездил. Просто на конфли остался. Это страшный Омск. Красненький. А это снова Омск. Это я использовал еще одну утилиту для визуализации. Данный плагинчик Neo4j, его получилось, не знаю, очень видно. Это Новосиб. Это Новосиб, да, это снова Новосиб. Ну, в общем, Омск, наверное, тоже так же можно адресовать. Итак, закончили первую часть моего доклада. Сейчас немного морали. Фаза исследования. Эту фазу нужно не пропустить. То есть, помните, я рассказывал что-то про фазу запечатления, потом должна у вас наступать фаза исследования. Все только вы поступаете не сердцем, а головой. Вам нужно попытаться найти время на то, чтобы уже для выбранных критериев, если у вас осталось несколько кандидатов, все-таки сравнить их, забить какой-то тестовый дам, погонять реальную ситуацию. Причем тестовый дам должен поведенческий, то есть возбудки до будущей пользователей, они будут с определенным поведением генерировать данные. Этот дам должен быть на это похож, а не должен быть каким-то сырым, непонятным, ни на что не похожим. Это прям очень сильно важно и влияет на некоторые характеристики. Модель должна быть близка к тому, что вам придется решать. Вы должны сформулировать сами требования для себя. Эмоции, как я сказал, уже отмести. Теперь представим себе, что вы уже идете по этой дороге. Сейчас мы агрегируем все сказанное в единый такой поток. Так вы стоите на первой развилке. Есть ли у вас вообще приложение связи между данными? У вас есть какие-то сеть данных, граф знаний, а самый популярный запрос связан с обходом в сложную иерархию объектов. Не знаю, например, товары в магазине ДНС. Почему бы нет? Вы можете выбрать не в хрукже, и вам не нужно это размещать на нескольких машинах. Там у вас меньше 33 миллиардов связи. Почему бы нет? Выбрали. Пошли дальше. У вас данных достаточно много, чтобы они не помещались на одной даже очень новой машине. Вы уже, по минимуму, двигаетесь в что-то называемое Big Data. У вас там, не знаю, движение звезд, твиттер, бомбский зарплат, колефотки в Инстаграме. Вы можете сказать SQL пока, хотя есть, конечно, какие-то SQL решения. Лучше сразу сказать пока, не переживайте, они дорогие. Не ухуджать тоже не готов. Мы ему тоже говорим пока. Дальше вы выбираете для себя. Вам нужен простой путь, у вас простые данные, вы никому еще не должны, вы их можете как-то потерять. Вам нужно просто безграничное масштабировать. Не знаю, например, оценки фильмов на каком-нибудь кино поиске. Да разве страшно, если потеряются все оценки из города Владивостока? Ну, не страшно совершенно. Мне что-нибудь влияет. Нужно нечтение запись по ключу и отсутствие точек общего отказа. Плохо, если оценки будут недоступны. Но неплохо, если какие-то потерялись. Кто там точно смотрит эти рейтинги? Между данными почти нет связи, это очень важно. То есть вы потеряете часть, и это не повлечет, не знаю, кучу убитых ссылок по всему периметру. React оставляет всех далеко позади себя, причем вы можете потом даже статистику над какими-нибудь кинорейтингами собирать. MapReduce уже в кармане. Дальше. У вас данные, я вот все про данные говорю, надо заметить. Структура данных отличается высокой изменчивостью, большой вложенностью. Какие-то ветвистые грозди, иерархии, не дай бог документы. Документы, это маловероятно. Кто вам настоящие документы не даст нам хранить. Связанность отдельных сегментов данных невысока. То есть связанность очень маленькая. Ссылок мало. Вы можете отказаться от SQL-дик джоинов и так далее. React уходит, приходит Monka, и при этом иногда можно выбирать CoachedDB. Просто вот иногда это... Когда у вас по-особенному построено приложение, где можно использовать плюсы CoachedDB. Если у вас обычное приложение, под которое Monka подходит, не парьтесь. Выбирайте Monka, просто больше найти информации можно. Пятая развилка. Отчеты. Если вам, не дай бог, над всем этим нужны еще и отчеты. Нужна сложная агрегация, быстрая интеграция в Hadoop. Чтобы это все еще относительно просто деплоилось, и вы могли найти ответ на стандартный вопрос, какой-нибудь жарник будет не найден. Вы могли быстро найти эту информацию в интернете. А еще данные довольно плоские и пригодные уже для агрегации. То есть не в самом суровом может быть формате. Здесь HBase просто царшит безраздельно. В принципе, я бы написал, что Кассандра наступает ей на пятки, но предлагает преимущества, связанные скорее не с отчетами, а просто еще с другими жлюшками. Итого. Есть потрясающая метафора на эту тему, что данные это океан полный морских существ. Пока вот эти все данные не выловлены, пользы никакой. Вы сами можете выбрать инструмент, которым ловить эти данные нужно. Готовить эту же сковородку, это немножко другое. База данных поможет выловить, а аналитические инструменты помогут приготовить. Вот вам пока нужно выбрать только то, чем вы будете ловить и отсеивать. Итак, это список источников. Ну и, собственно, последний лозунг. Данные все, способ хранения ничто. Собственно, я предлагаю эту лозунг исследовать и выбирать что-то. Так, здесь все. Продолжение следует... Продолжение следует...